Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Семьи Колесниковых. Напоминаю вам о том, что у меня появился второй канал, который называется «Галинка-малинка. Звездные истории». Ну что ж, Света вышла во двор, что-то там бурчит себе под нос. Называется «Понимайте меня, как хотите». Ну вот так и хочется сказать, блин, но если вы снимаете на улице, где есть шум, где есть ветер, то будьте добры, либо микрофон себе повесить, либо рот раскрывать как-то посильнее и стараться делать так, чтобы вас было слышно людям. Причем Виталина подошла, говорит, и ее действительно слышно хорошо. Ну, а многодетная мать продолжает там что-то говорить себе под нос. Виталина, кстати, может быть, в этот момент даже снимала, да. Так вот, у Виталины, честно, не разобрать, что она там говорит. Половина слов, как всегда, съедается, проваливается, а ей уже через несколько дней идти в школу. Но родителям, в принципе, до этого нет никакого дела. Далее уже на кухне Света словно услышала нас и стала говорить значительно громче, значительно лучше. Она, знаете, нарезает салат и сказала о том, что салат будет очень и очень вкусный. Ну, в принципе, как и все, что делает Света. Накануне уже, мол, готовила такой салат, но ей не досталось. Я так понимаю, приготовить большее количество просто не судьба, чтобы поели все, чтобы, как говорится, наелись тоже все вдоволь. Опять, друзья мои, их якобы кто-то угощает помидорами. Угощает помидорами. Светочка говорит о том, что да, вот у нас есть свои помидоры, есть помидоры вот соседей там или кто-то там, да, у них знакомые и так далее. Огурцов, мол, своих нет. Те, которые появляются, тут же съедаются детьми. Знаете, я подумала, а к чему тогда вообще все вот эти вот старания, труды, да? Света так много времени уделяет огороду, столько времени там проводит, а толку получается ноль. Ведь того урожая, что сажает Света, его явно не хватает для такого количества народу. А их, на минуточку, целых восемь ртов, да? Огурцов как не было, так и нет. Зачем тогда все это? Ведь проще все это дело в таком случае просто покупать, а все свое свободное время Светочке нужно направить как раз-таки на свой дом и на своих детей, потому что у нее там работы непочатый край, и действительно этим должна заниматься непосредственно мать семейства, учитывая то, что она все же домохозяйка, да и отец может ей помогать, да, он тоже сидит дома и тоже ничего не делает. Далее Светочка показывает нам то ли обед, то ли ужин, ну, я так понимаю, что обед, потому что на улице светло. И показывает нам вот этот вот салат, который она приготовила, который она собирается заправить майонезом, обычную отварную картошку, ну и там немножечко, значит, в мисочке аджики, да? Ребят, ни курицы, ни мяса, ни рыбы вообще нет ничего. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вы помните, когда Света последний раз готовила что-то из мясных блюд? Я, если честно, нет, уже совсем даже не помню этого момента. Если честно, уже не помню того момента, когда они покупали кур вообще в магазине, да, помню, когда они покупали вот эти индюшачьи ножки, которые они с горем пополам приготовили, да, покупали они их в светофоре. А так, чтобы они закупались мясом, закупались курицами, да, курами, я этого вообще не помню, этого даже нет. И близко ничего, соответственно, ничего не готовят. Каким образом дети должны наедаться пустой картошкой? Как они могут наедаться салатом? Я не знаю, как Лешка, как мужик может чем-то наедаться? Понятное дело, что Макс точно ходит вечно полуголодный, в полуголодном состоянии. Я так понимаю, то, что у них было куплено, да, несколько кур, это все благополучно убрано в морозилку. Ну, так, на всякий случай, вдруг придет опроверяющий, придут какие-нибудь проверяющие органы, а у них, вот, посмотрите, все морозилки, да, забитые. Но при всем при этом они экономят и ничего не готовят совсем. Да, Светка рассказывает про аджику. Она говорит, вы знаете, эту аджику, мол, есть никто совсем не хочет. Говорит, ем ее только я сама. Вы знаете, мне кажется, что, а, да, еще и, значит, дополняет, говорит, что я надеюсь, что дети съедят эту аджику зимой. Я так понимаю, Светка надеется на то, что наступят голодные времена, и дети будут есть ненавистную аджику. Складывается вообще такое впечатление, что Света специально готовит некоторые вещи, зная, что дети это точно есть не будут, а, соответственно, им с Лешей, как они всегда говорят, не хотите есть и не надо, нам достанется больше, да. Ну, а Лешка, как всегда, нашел себе дело. Планирует он снять решетки с окон и поставить систему видеонаблюдения. Понятное дело, занимается он этим делом не один, а в компании с Максимом. Ну, Максу он не дает никак отдохнуть, перед школой не даст парню спокойно погулять несколько дней, ничего не делая. Притащили они вот эту свою чудо-лестницу огромную, которая занимает у них получастка, и еле-еле пытаются ее каким-то образом там установить, в общем, да. Ну, а тем временем наездница вот эта, которая четыре года с половиной, уселась на Виталину, которая лежит безмолвно на батусе, и вот эта Дарина залезла на Виталинку своим немалым весом и уселась на ее спину. Я вот думаю, неужели родители вообще ничего не видят? Во-первых, я все время думаю, откуда такие наклонности постоянно у Дарины на кого-то залезать и на ком-то скакать? Что это такое, да? Ей же четыре с половиной года, она уже все понимает. Родители обязаны с ней поговорить и объяснить, что есть некоторые вещи, которые делать нельзя и некрасиво, да. И потом родители действительно должны об этом говорить и объяснять своим детям. Ко мне сегодня в комментарии прибежала некая дама, я даже закрепила, да, вот эту ветку, которая начала мне написывать, как вам не стыдно озвучивать вот эти вот вещи про ребенка. Ну, во-первых, про ребенка я озвучивала два или три дня тому назад, а во-вторых, мне никоим образом не может быть стыдно. Стыдно должно быть родителям за то, что они, во-первых, показывают такие ужасные вещи, да, а во-вторых, за то, что они просто позорят своих детей. Вот это должно быть стыдно им. А я всего-навсего делаю обзоры и освещаю то, что я вижу по факту. Вот я по факту это увидела, и мне никоим образом не стыдно, я не понимаю, как не стыдно родителям показывать такие вещи и выставлять в дурном, негативном свете своих собственных детей. И я прекрасно понимаю, что как раз-таки они делают все это ради трешака и ради хайпа, да. И я все равно считаю в любом случае, что дети 4,5 года – это уже осознанный возраст ребенка. Это тот возраст, когда ребенку уже надо все объяснять, и он должен все понимать. Но мы с вами прекрасно видим, что детьми в этой семье никто не занимается. Там каждый из родителей на своей волне. Папка сидит в интернете, да. Мамка занимается огородом и спит полдня, поэтому дети предоставлены сами себе. Им никто не говорит, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Родителям вообще, в принципе, фиолетово на своих собственных детей. И почему-то, знаете, еще вот такой момент, почему-то родители даже не беспокоятся, не думают о том, что вот эта Дарина своим весом может повредить спину Виталини, которая значительно худея своей младшей сестры, да. И Дарина ведет себя, как самая настоящая, просто наглая и невоспитанная девчонка. Она знает, что ей все сходит с рук, она знает, что ее никто ругать не будет. Папаша в этот момент посмотрел, когда она скакала, сидела на спине своей сестры Виталины, и папаша Леша промолчал. Он даже не сделал ей никакого замечания. Более-менее какое-то замечание сделала Настя. Она робко сказала, Дарина, слезь с Виталина. Ну, а Виталине пора уже начинать давать наглой сестрице отпор, иначе она так и будет ее постоянно поколачивать. Ну, а Лешка дальше, уже дальше, ценой своей жизни буквально полез на лестницу. Ну, а Итиева в комментариях очень за него переживает и пишет. Алексей, берегите себя в случае чего. Как же мыть без вас? В общем, так и хочется сказать. Карка и карка еще больше, да? Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор на канал Семьи Колесниковых. Ну что ж, всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.